У меня есть около 30 пар обуви в моем гардеробе, и в последние полгода я заметил, что носил всего одну пару 50% всего времени. Что это за модель, которой досталась больше всего, и которая была моим фаворитом последние несколько месяцев? Скажу вам, что это не туфли, это ботинки. И в сегодняшнем видео, господа, полное руководство о том, как выбрать себе ботинки для костюма. Итак, сегодняшнее видео я разделю на три части. Вначале мы обсудим вопрос, зачем вам добавлять в свой гардероб ботинки. Затем ответим на вопрос, что такое ботинки. И в конце обсудим вопрос, как вписать в свой гардероб костюмные ботинки. Вы готовы? Тогда начнем. Пункт номер один. Зачем? Почему все внимание ботинкам? Скажу честно, в последние шесть месяцев, когда я выходил из дома, то в половине случаев я надевал именно такие ботинки. А надевал я их, потому что они удобные. Я надевал их, потому что они многогранные. Я надевал их, потому что они надежные. Я живу в таком месте, где у нас может пойти дождь, снег. Все это может подмерзнуть к утру. И это очень здорово, когда, например, я иду посмотреть, как мой сын играет в футбол. Бегая между рядами, я не переживаю о том, чтобы поскользнуться. Они круто выглядят. Я могу одеваться, отталкиваясь от них. Или я могу завершить ими любой комплект. И это только одна пара ботинок. Мне постоянно делают комплименты по их поводу. Я люблю их разнообразие, удобство и надежность. Пункт номер два. Что такое костюмные ботинки? На что следует обратить внимание, когда вы начинаете присматривать себе ботинки, чтобы затем прикупить свою первую пару. Сейчас я продемонстрирую три распространенных стиля ботинок. Это будут Челси, я покажу чукки и шнурованные ботинки. Я не смогу сказать, какие именно подойдут вам, это больше зависит от ваших потребностей. Челси будут без шнарков, и это основная характеристика для этих ботинок. У них скорее будет резинка на боку. Большинство современных Челси ботинок не будут выше 5 сантиметров, чем обычные туфли и слегка закроют всю пятку. Интересный факт про Челси, что из всех ботинок, которые я упомянул, они будут наиболее формального вида, потому что их основной дизайн – взят стуфель. В них присутствует кожаная подошва, изящный дизайн, и протектор на самой подошве будет очень простым, без каких-либо серьезных рисунков. Некоторые Челси сделаны специально для зимы, тогда у них будет резиновая подошва поверх кожаной, и может быть установлен замок на боку. Такие модели не очень популярны тут в Америке, но если вы ищете что-то для холодных условий, это хороший вариант. Следующая модель – это чукки. Они происходят от пустынных военных ботинок. Они есть как формальных, так и неформальных моделей. Разница между этими вариациями чаще всего в материалах, из которых они выполнены, и слегка заметна в небольших деталях. Эта модель, которую я держу, они больше подходят под костюм. Я это могу сказать по подошве. Она очень тонкая, верх выполнен из очень мягкой кожи. Шнурки на таких ботинках обычно бывают в 2 или 4 отверстия, но эти ботинки не очень высокие, это точно. На неформальных ботинках может быть резиновая подошва, может быть 3-4 отверстия, верх может быть из необычного материала, но то они чукки. Итак, шнурованные ботинки чаще всего относятся к неформальному типу. Это не те ботинки, которые вы обычно надеваете под костюм. У них в основном используется обычная открытая система шнуровки. Закрытая шнуровка, такая как на Оксфортах, весьма редко встречается на шнурованных ботинках, потому что именно сама шнуровка делает их неформальными. Что мне нравится в дизайне этого ботинка, это своего рода комбинация между обычными рабочими ботинками и берцами, армейскими ботинками. Это значит, что они будут очень и очень удобными. Также у них хорошая цепкая подошва, она выполнена из резины. Да, есть немного кожи, тут на каблуке, но по большей части это грубая резина. У этой модели от компании Тезда и Бутс есть вот эта пробковая вставка, о которой я рассказывал. Также отделка будет сделана из этой мягкой подкладки, но кроме всего, у него тут двойной шов. Так что тут получается кожа положена поверх другой кожи. Что это дает? Да, это добавляет немного к дизайну, но это также делает ботинок необычным. Взгляните на носок. У этого он плоский. У этого уже не цельный носок и прошитый. А у этой пары ботинок носок с узором. Думаю, что вы начнете замечать теперь эту разницу в дизайне на всех ботинках. Она присутствует также на ботинках Челси и на чукках. Это не относится только к шнурованым ботинкам. Но каждый раз, когда мы добавляем какой-либо орнамент или яркие швы к дизайну, все это будет делать ботинки более неформальными. Да, я мог бы, конечно, начать уходить в детали и рассказывать о всех моделях ботинок. Однозначно посмотрите на инфографику, господа. Я сделал специальную инфографику, в которой отображены все детали, о которых я рассказывал. И еще дополнительная информация, так что точно будет полезно взглянуть на нее. Пункт номер три. Как добавить ботинки в свой гардероб? Я говорил, что темно-коричневые, черные Челси можно носить с костюмом. Но вот такие вот ботинки будут более неформальными, и их стоит совмещать с джинсами. Резиновая подошва, открытая шнуровка – это те вещи, которые естественным образом будут сочетаться с джинсами. Так что вы можете их надеть практически с любыми моделями джинсов. Будь то светлые джинсы, или я рекомендую более темные. Их также можно надеть с брюками из практически любого материала. У меня есть одна пара из заливкого зеленого цвета, которую я надеваю вместе с этими ботинками. Также можно надеть пару фланелевых штанов. Замечательная вещь в том, что все что угодно, кроме костюма, хорошо будет смотреться с такими ботинками. Мы разобрались со штанами, теперь давайте перейдем к верхнему уровню. Тут хорошо будет смотреться рубашка, поло. Вы также можете подобрать футболку. Они будут хорошо выглядеть с любыми штанами, о которых я говорил, и этими ботинками. Сразу создаст желаемый образ. У вас появится тот предмет, который будет притягивать внимание людей, потому что ботинки и обувь в целом являются завершающей точкой гардероба. Не останавливайтесь только на рубашках. Попробуйте все-таки надеть поло или футболку, или накиньте спортивный пиджак. Хочется чего-то более рискованного? Наденьте кожаную куртку поверх футболки. Можете также попробовать подобрать джинсовую куртку. Видите, какое разнообразие все, что вы можете сделать. И это, господа, то, почему я люблю ботинки. Они подходят под любую одежду, они надежные и привлекают внимание людей. И это лучшая вещь для вашего гардероба.